Всем привет, друзья! Вы на канале BabyGo! Здравствуйте, мои дорогие! Дениска, что надо сказать? Что сказать-то надо? На каком вы канале? И сегодня что мы будем делать? Да, снимать очередное развивающее видео. Денис уже правильно схватил бумагу. Друзья, сегодня у нас игра, которая способствует развитию мелкой моторики. А также учатся основам классификации предметов. Мы немножко изучим флору, фауну дна морского. Для этого нам понадобятся цветные карандаши, лист бумаги голубой и либо самоклеющаяся бумага, либо цветная, с которой мы вырезаем морские звезды, рыбок разных размеров. То есть, мы как раз сейчас говорили про классификации. Вот, у нас есть большая рыбка, да, Дениска, фиолетовая? А есть маленькая. И маленькая меньше, чем большая. Правильно? И звездочки у нас тоже большая. Звездочка большая. И маленькая. Друзья, ну основная задача сегодня это работа моторики, а также изучение флора, фауны, дна морского. Дениска, давай мы сначала с тобой на вот этом большом листочке нарисуем домик для рыбок, а также дно... А потом, друзья, можно, как я говорил, клеить, потому что у нас рыбки из самоклеющейся бумаги, либо наносить клей на готовых рыбок и также приклеивать их на аквариум. Дениска, давай, Томик, рисовать. Рыбки у нас живут в водорослях. В водорослях. Водоросли у нас какого цвета? Зеленого. Давай возьмем, какой это карандаш? Посмотри внимательно. Давай коричневый опустим. Он нам пока с тобой не нужен. Давай нарисуем водоросли. Держи, в ручку зеленый. Хорошо, мама нарисует водоросли. Водоросли это у нас домик для рыбок. Рыбки прячутся в водорослях, чтобы более крупные хищные рыбки их не скушали, например. Либо хищник живет в водорослях, он находится из них. Прячется, его там не видно, Денечка. Смотри, давай мы здесь с тобой попробуем тоже маме помочь нарисовать водоросли. Держи карандашик. Друзья, не забываем, что правильно учимся держать карандаш. Работают у нас кисть, пальчики. Вот сейчас Дениска пока не очень правильно держит карандаш, но все приходит со временем. Давай еще водоросли нарисуем. Эти потемнее будут, а вот этот у нас карандашик зеленый светлее. Вот Денис пытается водоросли изобразить. Вот они у нас такие. Но ничего страшного, все приходит с опытом, правильно? Давай вместе с папой. Не будем? Хорошо, давай нарисуем. Смотри, водоросли у нас есть, но этого мало. У нас, смотри, сколько рыбок. Раз, два. И еще у нас есть фиолетовые, три-четыре. Значит, нам нужно сколько водорослей, День? Пять. Почему пять? Четыре рыбки. Давай, рисуй сам, хорошо. Денечка, надо не стучать, а пытаться нарисовать линии. Давай попробуй. Давай вместе с мамой. Мама продолжит еще рисовать водоросли. Или вы вместе нарисуете? Так. Вот. А кто правильно держать карандашик должен? Мама или Дениска? Так. Пробуйте, пробуйте, хорошо. Ну вот, некое подобие получилось. Давайте еще нарисуем. Денечка, и нам еще нужно будет песчаное дно нарисовать? Потому что у нас на песчаном дне бывают всякие морские ежи, звездочки, осьминоги, кстати. Но они, правда, глубоководные очень, но они тоже встречаются. Вот. И еще вот здесь, Зин, чуть намалюем такое, да? Прямое. Сразу видно, папа рисует. Так, смотри, водоросли готовы. Давай возьмем желтый карандаш, держи. Сейчас вот так вот будем штриховать. Это будет дно морское. Давай штриховать вместе с тобой, держи. Держи. Давай, штрихуй вот так вот, Вадим. Нет, не стучи, вот так води. Хорошо. Только, ну, хотя, можно и так, да. У нас, допустим, это перспектива. Давай мы немножечко еще вот так поштрихуем. Давай, штрихуем. Штрихуем, штрихуем, Денечка, не хватает еще здесь песочка. Не стучи. Это у нас не дождик идет, правильно? Дождик. Как дождик? Под водой дождик? Давай, вот здесь заштрихуй желтеньким. У нас с тобой нету там дна. Водоросли непонятно из чего растут. Так не будем штриховать, Дениска. Мы сейчас карандашик сломаем так с тобой. Ладно, хорошо, ты пока песочек рисуй, а я камень нарисую. Давай, камень, давай, коричневый у нас будет. Хорошо, рисуй. Так, друзья, у нас получилось некое подобие аквариума. Есть водоросли, есть песок, есть камень. Кроме того, можно свернуть в трубочку. Вот с этой стороны зацепить скотчем. И тогда у нас получится аквариум по кругу. Денюш, давай мы с тобой теперь самое основное сделаем, о чем мы думали. Давай каждой рыбке определим домик. Рыбки у нас живут в водорослях. Морские звездочки живут на морском дне или на камушках. Давай возьмем, смотри, это самоклеющаяся бумага. Давай рыбку приклеим к домику. Определи рыбку в какой-то домик. Они у нас живут в водорослях. Нет, ну так она не приклеится. Давай мама тебе поможет сейчас. И мы все вместе втроем сделаем домики для рыбок. Вот сейчас у нас работает как раз мелкая моторика. Пальчики у нас активно сейчас будут работать. Потому что мы будем приклеивать рыбу. Попробуй пока отклеить. Это не такая простая задача. Смотри, надо ногтем подцепить кончик и потянуть. Я тебе немножко помогу, потому что рыбка. Давай приклеим. Хорошо, рыбку приклеим. Она живет у нас в водорослях. Хорошо. Друзья, мы вам тоже покажем. Вот она у нас в водорослях поселилась уже. Сейчас мы... Вот обратная часть, собственно говоря. Это самоклеящаяся бумага. Но если нет самоклеящейся бумаги, как мы уже говорили, можно заменить обычной бумагой и использовать клей. Динечка, подцепи. Давай моторик потренируем. Смотри, мама тебя тронет. А это и не получится. Это у нас обратная сторона самоклеящейся бумаги. Она нам не нужна. Вот эту отрывай, смотри. Отрывай вот эту часть. Хорошо. Рыбку давай определим в какие-нибудь водоросли. Нет, это не клеящаяся. Да, это я заберу. Давай приклеим рыбку. Давай вот к этим водорослам приклеим. Так. Хорошо. Так. И смотри, у нас две рыбки домик нашли. Они одинаковые у нас размеры. А эта рыбка больше или меньше, чем вот эта фиолетовая? Посмотри внимательно. Какая из них больше? Покажи пальчиком. Какая? Которая у тебя в ручках, да? Нет. Правильно. Вот. Мы тренируем с тобой. Понятие больше и меньше. Обязательно. Это надо знать. Давай. Мама уже подготовила очередную рыбку. Давай склеивай заднюю часть. Давай рыбочку вот сюда посели. Не ту взял часть. Давай вот эту приклеим. Клеящуюся. Хорошо. Так. Вот в этих водорослях у нас вот эта рыба поселилась. А сейчас еще одна большая. Смотри, они между собой столкнулись, да, День? Рыбки между собой встретились, друзья. Кстати, этот аквариум можно обновлять. Можно, допустим, взять и поменять морских звезд на осьминога или поселить крабика на морском дне. Давай наклеим большую рыбку. Она у нас пока без домика. Она очень большая. Для нее нужны большие водоросли. Давай сверху. Угу. Вот она стремится наверх, да? Со дна морского. Давай пока мы сейчас с тобой цвета потренируем. Это какой цвет у нас с тобой? Фиолетовый. А это какой цвет? Бежевый. Почему оранжевый? Бежевый. У нас почти золотая рыбка получилась, друзья, да? И переливается так здорово. И сейчас мы морскую звезду с тобой на камушек поселим. Поселим с тобой морскую звезду на камушек? Поселим, конечно. Сейчас мама приготовит нам морскую звезду и мы ее поселим на камушек. Какая рыбка самая большая, Дениш? Покажи мне на аквариуме. Это, разве, самая большая рыбка? Смотри внимательно. Большая. Ну, это большая, но не самая большая. Давай внимательно смотри, какая рыбка. Маленькая. Это маленькая. А большая где? Посмотри. Правильно. Ой, смотри, звездочка готова. Давай ее на камушек поселим. У нас с тобой коричневый камушек. Клей на камушек? Нет. Вот сюда на камушек клей. Так. Хорошо, старайся. Так. Все, звезда. У нас с тобой на камушке. Друзья, смотрите. У нас морская звезда живет на камне. Три рыбки в водорослях и одна стремится вверх. Давай вторую морскую звезду тоже наклеим. Не, ну зачем нас тут? Рядышком хочешь? Ну вот тут вот, да? Она у нас с тобой падает на дно. Друзья, вот такой у нас получился аквариум. Как я уже сказал, можно свернуть в трубочку и сделать круговой. И периодически его можно иногда обновлять. Отклеивать или брать новую лампу и делать новый аквариум. Ну а с вами был канал Бэйби Гоу. Динчика, мы придумали очередной развивающий ролик. Сегодня мы тренировали моторику. Закрепляли некоторые цвета. Изучали флоровую фауну дна морского. Изучали где живут рыбки и так далее. Ну а сегодня мы с вами прощаемся. Мы будем придумывать снова для вас развивающие ролики. А вы подписывайтесь. Оставляйте свои полезные комментарии. Ставьте пальчики вверх. Как день пальчики вверх ставят? До новых встреч, друзья! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok